Год назад произошло переформатирование общественной палаты Одинцовского района. После этого ее работа стала более четкой, а участие в решении сложных вопросов эффективнее. По предварительному рейтингу Одинцовские общественники заняли в области почетное второе место, а при окончательном подведении итогов обоснованно рассчитывают стать первыми. Всего за период с 12 июля 2014 года по 12 июля 2015 года поступило 518 обращений, из них 24 обращения через эфир передачи разберемся. У нас у единственной муниципальной палаты есть своя передача на местном телевидении. Наиболее количество обращений поступило в комиссию по ЖКХ, еще есть на нашем районе над чем работать в этой сфере, но мы, скажем так, будем вам активно помогать. Итоги работы общественной палаты за год депутаты оценили на отлично, а глава района Андрей Иванов призвал общественников продолжать работу в том же ключе. Мы видим совершенно объективный подход, вы встречаетесь с вашей командой, с жителями, вы стараетесь помочь, вы не даете нам, чиновникам, спокойно сидеть на своих местах, не даете нам расслабляться, не даете нам упускать важные и актуальные вопросы, которые беспокоят наших жителей. Вы стараетесь, так же, как и мы, помочь жителям нашего района. Захар Иванов еще раз озвучил инициативу, выдвинутую на итоговом собрании общественной палаты. Речь шла о предложении преобразовать Одинцовский муниципальный район в городской округ. Действительно, у такого решения есть немало плюсов. Уважаемый Андрей Робертович, обращаюсь к вам в соответствии с решением собрания общественности Одинцовского района, которое состоялось 24 июля 2015 года в волейбольном спортивном комплексе города Одинцова. На встрече присутствовало около 400 человек. Члены и эксперты общественной палаты, представители общественных организаций, инициативных групп, лидеры общественного мнения из 16 поселений района. В ходе собрания мною была выдвинута инициатива о преобразовании Одинцовского муниципального района в городской округ. В связи с этим прошу вас, уважаемые депутаты, просмотреть инициативу преобразования Одинцовского муниципального района в городской округ и обратиться к губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержкой данной идеи. Я думаю, нам с вами торопиться не следует. Нам нужно еще более тщательно обсудить преобразование, о котором вы говорите, обсудить это с общественностью, причем не только города Одинцова, но и, соответственно, всех поселений. Мы должны услышать мнение всех социальных прословек, от бюджетников до бизнес-сообщества, от учителей, нянечек детского сада до чиновников, безусловно, депутатский корпус всех поселений, глав, которые находятся в этом зале. Предлагаю вам эту дискуссию не откладывать в долгий ящик, а провести в ближайшее время с привлечением экспертов, с привлечением тех руководителей районов Московской области, которые уже прошли через преобразование. Мы хотели бы задать им ряд вопросов, как было, как стало после преобразования, какие плюсы, какие минусы, что выиграет Одинцовский район от такого преобразования, как будет выстроена система управления вертикальной власти, что будет с бюджетами, что будет с полномочиями и так далее. Это вопрос большой, серьезной дискуссии, который нам с вами нужно провести в ближайшее время обязательно с широким обсуждением общественности. И уже после этого тогда будем принимать решение, и я пойду к Андрею Юрьевичу в случае этой положительной дискуссии, пойду к Андрею Юрьевичу, буду тогда отстаивать эту позицию по нашему району. Вторым обширным вопросом сессии стали изменения в бюджете района. Необходимость корректировки возникла по целому ряду причин. Одна из них – это увеличение безвозмездных поступлений из бюджета другого уровня в связи с внесением изменений в законодательство Московской области и заключением соглашений с поселениями на исполнение переданных полномочий. Кроме того, это изменение, то, о чем я уже говорила, изменение в сети муниципальных учреждений. То есть нам надо с вами предусмотреть субсидию на выполнение муниципального задания по обучению деток. Дополнительные средства будут направлены в сферу образования и детского спорта, на строительство очистных сооружений и котельных. Также депутаты рассмотрели ряд вопросов, связанных с муниципальным имуществом и исключением строящихся объектов из списка проблемных. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.